Больной 51 года, которого вы видите на экране, длительное время злоупотребляет алкоголем. Неоднократно лечился в стационаре от алкоголизма. Течение заболевания осложнено появлением кардиопатии и цирроза печени. Причиной настоящей госпитализации было возникновение острого психоза. Что было обстоятельства, которые привели к больнице? Ну, в день пятницы пошел узнать платежную ведомость. Потому что сейчас каждый месяц. Это платежная ведомость почему? По квартире. По квартире. Каждый месяц меняется и не поймешь что. И каждый месяц ходим, напишут новую цену. Скажите, в пятницу вы чувствовали себя совершенно здоровым человеком? Вполне нормально. Ну, не может быть, штормел, как все говорят. Почему штормел-то? А не знаю, вот заносит все время менять. А чего заносит? Выпили немножко? Вообще. А? Вообще не пью. С Нового года не грамм. С Нового года совсем не пьете? Совсем. Ну, я лежал же здесь в больнице. Да. И вот то, что вышел, полтора месяца прошло. Тем более не воспользовался моментом. И что же в пятницу произошло с этой платежной ведомостью? Ну, рассчитать меня рассчитали. Поднимаюсь домой, чувствую, что я в квартире не один. Вот такое ощущение. Но вы кого-нибудь увидели? Поначалу не увидел. Разделался. А вы были уверены, что квартира пустая? Абсолютно, потому что жена уезжала по делам, а дочка на работе. Это было какое? Утро? Вечер? Это было днем, часа в два. Ну, и что же дальше случилось? Ну, дальше что случилось? Дальше я... Начал проверять комнаты. Посмотри, мало ли, что чего. Проверил обе комнаты. И туалет, и ванную, и кухню, и лоджию. Вроде бы никого. И в то же время ощущение такое, что... Тот и есть. А что, шорохи какие-то? Не шорохи, а просто вот... То ли объем немножко изменился, то ли что-то такое. Ну, такое чувство беспокойства какое-то было. Вдруг заходят мужчины и женщины. Как они зашли? Ну, через дверь хоть одну. А сами открыли? Нет, я не открывал. Ну, у нас в ЖИХе на доске висят ключи от всех квартир. Опечатанные под большим замком. Так мало ли кто еще потеряет, или вдруг уедет. У меня, тем более, последний этаж. Может быть, протечка крыши, чтобы весь дом не залил и так далее, и тому подобное. Ну, что, ключи были запасные. Ну, тут заходят двое, начинают рассуждать. Вот это вот хорошо, и это прекрасно, и это не годится, и так далее. И я начал обращать внимание, на что они... Мне вроде бы все устраивало. Не возмутились, что они зашли без Вашего разрешения? Ну, меня предупредили в Дезе предварительно, что я должен ждать гостей. Потому что там учения шли, разведучения, разведвойск. Кольких разведвойск? Развив в квартире проводят учения разведвойск? Ну, по мыслировке, да. Ну, вот и там, оказывается, потом, когда я уже обострил внимание, они его просто мое внимание заострили, я начал приглядываться, и действительно увидел людей. Так. Ну, они все под кресло, значит, под кресло, под стул, значит, под стул. Как это? Я не понял, что Вы имеете в виду? То есть принимают форму. Люди? Да. Принимают? Форму стула. И прямо как сверху вот накладка идет. Даже толщины не видно. Они, такое впечатление, что они сужаются, расширяются, округляются. То есть регулируют своими физиологическими возможностями в полном объеме. А так бывает? Вообще люди могут под кресло? Ну, по крайней мере, она садилась, женщина. В ней плечики соответствовали уровню. Руки соответствовали уровню. Ну, ее под себе она убирает. То есть сидение чисто. Если вы даже сесть, облокотиться, ее можно даже не почувствовать. Вы же на нее сядете, придавите, она возмущаться будет? Ну, у них задача такая, что у нее возмущаться, а вот быть замаскированной и наблюдать, слушать, видеть. Что еще Вы увидели? Ну, вот торшер было, так сказать, замаскированной женщины. Вот под стенку, гардероба под плату. Прямо такой же цвет, такой же размер, все один к одному. Так что, так Вы видели их или не видели? Ну, когда сконсортизировали мое внимание, вот это хорошо, плохо, то, конечно, я их увидел. И сколько же их там? Восемь человек. Так, как дальше же события? Ну, дальше поворачивается камни, это со звездами. Причем погоны очень интересные. Ну, как вот зарубежные наши друзья носят. Такие высокие, без всякой рифленки, в один ряд. Погоны чистые, старший лейтенант. Ну, можно их по-другому называется, потому что это спецвойска. Вот. Вот, когда у Вас потренируется, мы потом с Вами поговорим. То есть беседа будет. Ну, пока они менялись позами. То есть, кто-то был крестом и стал панелью. Панель стала стулом. Стул стал старшером, к примеру. То есть, у них идет. Но Вы видели, как эти люди передвигаются по комнате? Да, я их видел. Ну, ни слова не говорят. Говорю, ребята, кончай, дурью маяться. В таком положении находиться два часа. В статическом это. Это кто в таком положении находился? Ну, это креста, стул, панели. Они ведь не шевеливаются, они стоят, вот как детская команда. Замри, была в свое время. И дальше что происходило? Ну, я им предложил, говорю, давайте щеку попейте, хватит. Дурью маяться сюда-сюда. Не ответа, не привет. И продолжает заниматься своим делом. Как будто меня не слышат. Говорю, я, говорю, сяду, вас вижу. Уже увидел всех. Так что еще от меня-то прятаться. Ну, дело кончилось с тем, что я уже возмутился. Пришла дочка, пришла жена. Когда они пришли? Ну, после работы. То есть это было сколько часов, примерно? Часов полседьмого. Так, значит, с двух до полседьмого все это происходило? Это я один был. Да, а потом пришли дочка и жена. Да. Что дальше стало? И сестра приехала еще к тому же. Говорю, ну, смотрите, вон я. Хочешь натронуться, ну, как, уши уходят. Между гардеробом и стенкой такая стеночка, порстенок. Между гардеробом и стенкой? И стеной, вот такой порстеночек, там, миллиметр, сантиметра два-три. Вот спокойно в этот промежуток проникает. Человек? Да. Так. То есть они непосредственно физического контакта не допускают. Ну, а разговаривать потом стали. Хихикают и прочее. Ну, мне это дело надоело. Ну, у меня жена бывшей заведующей магазины. Угу. Так что дома счеты были. Так. Ну, они мне под руку попались. И? Ну, этими счетами и по сумке, и по креслу, и по торшеру, и по раздевалке. Что, вы что-нибудь разбили? Я ничего не разбил. Счет это целое? Счет это целое. Только... А так шер? Все целое. Ну, я не по стеклу убил, а по железке. Так. И к чему это привело? Ну, привело к тому, что они размаскировались. Все равно, хотя они даже и вышли из фоновой маскировки. Угу. Ну, сбились кучи, женщины плачут. Ребята потирают, ребра. Угу. Ну, в общем, и мое содействие не состоялось, как говорится. Ага. И дальше они... Ну, а жена и ваша дочь, что они сказали по поводу? Они говорят, мы ничего не видим. Совсем ничего не видим? Да. Говорю, ну как же вы? И вот, перед вами же. Так. Они не видят. Угу. Вы не удивились, что они не видят? Вообще удивился, но... Не очень? Не очень, потому что они бестолковые. Кто бестолковые? Ну, женщины мои. Понятно. Им нагнуться, это рубль надо дать. Что дальше происходило, Гульнин Павлович? Ну, а дальше, значит, они достали такие маленькие автоматики. Угу. Которые не патронами стреляют, не чем-то, а вот именно какой-то субсинусы такой. С чем? Ну, как говорится, жидкость такая. Так. Махровая. Махровая жидкость? Да, и она растет, движется. Угу. Прямо на глазах. Он говорит, ты не беспокойся, это биооружие, тебя сейчас эти бактерии сожрут. А, это биооружие? Это бактерии какие-то? Ну, ну, какое-то такое оружие, новое, современное. Так. Ну, я действительно почувствовал жар на ногах. Угу. Ну, недолго думал. Но они попали в вас этим оружием? В ногах же, ну, что ж, в трех метрах не попасть. А куда попали? По ногам били, по низу. Угу, понятно. Ну, я взял, как у Гоголя, круг меловой сделал. У меня как раз были эти мелочки от тараканов. Ага, мелочком от тараканов нарисовали круг? Да, нарисовал круг. Так. И вот эта смесь подходит, вот, собственно, она загибает, а пройти не может. То есть кальций она и не проходит. Ага, так. Ну, я потом понял, что дело хреново, кончится может. Дело, а, плохо кончится может. Угу. Надо сматываться. Так. Ну, мне удалось вырваться. И? И я сразу в милицию. Угу. Муницию бывали у нас там рядом. Далеко милиция-то? Да, метров 10-50. Так. Прибежали в милицию? Да, ну, там, мы этими образами не занимаемся. Угу. Тебе надо обращаться в районное. Угу. В деление милиции. Так. Пока я говорю, в районное обращусь, уже обращаться. Угу. Возможно будет. А что вы сказали-то в милиции? Что? В милиции, что нападение на квартиру банды. А, нападение на квартиру. Так. Угу. Угу. И чем все кончилось? Ну, дали они мне мальчишек и больчишек с автоматом. То есть? Ну, боится. Ага. Так, боится. Ну, вот, боится, со мной пришел. Угу. Полная тишина. Угу. Я ему показал, где эти все находились. Он сам автоматом все прощупал. Так. Ничего нету. Угу. Ну, сели, по чашке чая выпили с ним. Затружен он ходил. Немножко было человек. Да. Немножко выпили что-нибудь? Нет. Они, причем, обратил внимание, что когда я претелся на территории отделения милиции, в организации они не заходят. Первый автобусный парк они не зашли. То есть государственные учреждения, они ходят мимо. Понятно. А как только боец ушел... А как вот жилые дома, стройки, массивы, тут они всюду лазают, как не знаю кто. Понятно. И когда ушел боец, тогда что? Ну, это, причем, через полчаса опять появились. Угу. Появился этот старший. Говорит, ну, поскольку ты не выполнил свое обязательство. Угу. И я докладываю начальству, с плеча спустил птичку, синичку. Не понял, что это значит. Ну, птичка у него была. Птица сидела на плече, настоящая? Настоящая? Настоящая. Так. Вылезла она в форточку спокойно, стала вдруг расти на глазах, большая. Так. И помахала куда-то в штаб туда. Угу. Ну, прошло минут 15-20. Угу. Ну, то есть решили вопрос, что со мной делать. Как я так догадываюсь. Да. Обратно прилетела, опять стала маленькая, опять что-то ему начерикало. Угу. Он собрал своих. Угу. Уже не маскировал, ничего. Много? Восемь человек так было. Да. И объясняет ему задачу. Так. Ну, пока он им объяснял, я умудрился схватить ту журку. Угу. И дать в ходу. Угу. А время это какое было? Это уже было около часа ночи. Угу. Значит, вы в час ночи убежали из дома? Да. А ваши родственники, жена, дочь? Они дома остались. Они спали уже? Не спали, меня не пускали, наоборот. Угу. Еле вырвался. Ну, дело закончилось тем, что они меня ищут. Угу. А есть что очень интересно, потому что когда Ева взрывался, он развязал вещевой мешочек, это старший офицер, и высыпал зеленые такие штучки. Ну, вот похоже очень на бруссельскую капусту. Угу. И эти шарики, да? Шарики, да. И эти шарики стали приобретать человеческий вид. Так. То есть расти высоту и ширину, и определять, ну, форму человека. Они где росли-то? В вашей квартире? Прямо в квартире. И вы видели, как это происходило? Вот так все это видел. До того, как вы еще убежали? Да, до того, как вы убежали. Почему я убежал? Думаю, сейчас будет экзекуция надо мной. И? Ну, и дальше они меня начали искать. Ну, в четыре часа они меня поймали. Ага. Так. Ну, и с трех сторон этих автоматов в девять стволов долбили по мне. Потом один говорит, скончай, говорит, а мы этих бактерий хватит, чтобы на тот свет уйти. Так. Ну, на всякий случай, сейчас отведем его к Васильевичу. Ага. Ну, кое-как заплелся я до подъезда. Ага. Меня подняли на лифте. Ага. И потом лифт пустили в свободном падении. О, Боже мой. Так. И? Ну, там что-то внизу заплинило лифт. У них же самоторможение есть. Но удар был сильный. У меня вот заднее место до сих пор болит. Довольно прилично. И чем все это кончилось, в конце концов? Как же вы попали в больницу? Ну, в каком этапе вы попали в больницу? У меня началось водить зубы. То есть все зубы стали, как будто волной-то растут. Это в лифте было? Да. Угу. Вот когда меня обрыскали этой мутью, вот и началось кручение. Да. До лифта еще, вот когда они меня поймали. Угу. На зубах какие-то камни стали расти. Так. Вот я сдираю камень. Угу. Думаю, посмотри, что это такое. Так. Он тоже рассыпается и растворяется, вода становится. А так и все, от А до Я. Это все ночью было? Ночью все, да. Ночью все, да. Угу. Или на следующий день? Нет, ночью. Да, вот я сидел. Вы ночью сидели эти камни от зубов? Отховыривал, да. Дальше что было? Ну, а дальше они меня на лифте, значит, второй раз хотели отпустить. Тут появляется мама моя, и тут медэкспорт, который констатирует факт смерти. Ну, вот он еще живой, говорит, надо еще раз поднимать и сказать Васильевичу, чтобы посильнее дал ускорение. Так. Говорит, а второй такой живучий попадается. Угу. Обычно там удара хватает, чтобы готов был. Значит, вы в лифте сидите? Да. Так. Ну, они. Двери открыли, говорят, иди домой. Угу. А мы пошли в штаб. Так. Потому что оно два раза казни делается, по всем законам. А еще не убить вас хотели? Без сомнения. Понятно. Так. Ну, и? Ну, дело закончилось тем, что поступила им команда. Угу. Он открыл этот шарик свой, мешок. Угу. Все эти шарики тоже закатились. Так. Завязал. Угу. Взял чехол. Так. С ракетой. С ракетой? Да. С меня ростом ракета вот такая маленькая. Так. Видел, как они стартовали из окна? Угу. Прямо с площадки вернекальной уходят вверх. Угу. Причем не одна группа там была, а там много было групп. Угу. И тут я только с одной столкнулся. Так. И? И улетели, ушли, и больше нету их. И когда же они улетели? Утром. Утром. Да. Рано утром. Рано утром, часа полпятого. Жить. Значит, все это продолжалось только одну ночь? Ну, больше полутора суток. Все-таки полутора суток, да? Потому что мне сказали, что они утром улетели. Утром. Ну, одну ночь я спокойно спал, они на ночь уходили куда-то. Ага. А утром опять приходили. Так. Значит, в середине дня одних суток это появилось, потом на ночь они ушли, потом целые сутки вы опять с ними имели дело? И полной ночи с ними. И полной ночи. И в пять часов утра следующей ночи они ушли. Да, они уж исчезли. И исчезли в сторону Внукова. Юрий Николаевич, ну вот теперь вопрос. Что же все это такое было? Ну, очень я затрудняюсь конкретно ответить на него. Ну, все-таки. Как вы считаете, что это такое было? Умом считаю, что это балаш. Балаш? Да. Так. А то, что я вот сам видел своими глазами, сам участвовал в этих вот событиях, это не мираж, ничего, это конкретное время действия, в котором я не принимал непосредственное участие и видел все своими глазами. Вы это смотрели как? Вот как мы кино смотрим, как сны у нас бывают? Или как-то по-другому? Как-то по-другому. Это не как сон, не как кино. Ну, потому что я ждал подвоха. Ага. Так. Ну, может быть, это просто болезнь? Итак, больной описывает яркие истинные сценоподобные галлюцинации. Галлюцинаторные образы обладают всеми свойствами реальных предметов. Некоторые противоречия, временные смещения в рассказе объясняются тем, что в момент психоза наблюдалось помрачение сознания и последующая частичная амнезия. Наблюдавшиеся психомоторные возбуждения было тесно связано с галлюцинаторными переживаниями. Характерна динамика психоза. Поэтапное нарастание симптоматики через фазу немотивированной тревоги, параидолических иллюзий и, наконец, ярких сценоподобных галлюцинаций. Продолжительность психоза несколько суток, выход критический. Все это характерно для долериозного помрачения сознания.